приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы мира вам и добра и приятного аппетита мы сегодня будем говорить о квашении капусты в апреле месяце 2023 года все расчеты сделаны по киевскому времени сразу же хочу сказать что есть в апреле 2023 года два хороших периода и мы эти периоды уже вычислили и вам их сообщаем и так это время козерога 11 апреля начинается этот хороший период для квашения капусты в 21 час после 21 часа пожалуйста до конца суток 12 апреля все 24 часа и 13 апреля с начала суток и только до 21 часа вечера это у нас вот такой период очень хороший и еще один период это у нас телец не пишу какая фаза потому что это период уже новолуние солнечное затмение напоминаю что не имеет значения переход и фазы луны не имеет значения для квашения капусты здесь самое главное знак итак 20 апреля можно с 10 часов утра после 10 часов утра пожалуйста настраивайте квашения капусты и до конца суток 21 апреля все 24 часа и 22 апреля с начала суток и до 9 часов утра постарайтесь до 9 завершить чтобы вот этот процесс квашения уже природный был запущен и работа уже по приготовлению квашеной капусты полным ходом шла и в последующие периоды вот такой у нас агрогороскоп квашения капусты на апрель месяц 2023 года всем приятного аппетита вкусной капусты видео подготовили раиса горяченко и александр волик еще раз вам приятного аппетита и вкусные капусты а мы с вами встретимся уже в следующем видео на нашем канале пока пока витаем вас на канале раиса горяченко дача сад город квиты миру вам та добра и вам же смачного гарно и смачной капусты сегодня мы рассмотрим агрогороскоп квашения капусты в квитне 2023 года все разрешения мы проводили по киевскому часу за киевским часом готуем капусту перший таки гарный период в квитне месяце это будет 11 квитня с 21 годы до кинца доби 12 квитня все 24 годы 13 квитня с початку доби до 21 годы вечера это знак козырих еще один гарный период для квашения капусти в знации телець 20 квитня начинается після 10 годы ранку и до кинца доби 21 квитня все 24 годы 22 квитня с 0 годы до 9 годы ранку будь ласка не пизднее до 9 годы и там добрый раз начнется как раз процесс квашения и наша капуста будет смачной еще раз нагадую сразу отвечаю на питание тех кто будет писать мне что не можно на спадающем месяце квасить не можно в ризной фазе я хочу вам сказать что мы уже все это перепробовали и наши подписчики тоже это знают и ответ на это вопрос самое главное для квашения капусти это час в каком находится месяц в знации знак телець и знак козырих и не перейти той кордон переходу из знак в знак когда уже идет от наступный знак так что вот таки у нас агрогороскоп бажаем вам вдалого приготовления капусти хай в ваших будинках будет тепло и затишно видео подготовили раиса горяченко и олександр волик на все добре до новых встреч на нашем канале спасибо за просмотр! Продолжение следует...